Налоговая нагрузка бывает слишком тяжела. К примеру, компанией Туркред грозит банкротство. Ее долг перед бюджетом округа составляет уже более 9 миллионов рублей. Основная сумма задолженности сложилась по арендным платежам за землю 4 миллиона 145 тысяч рублей. Кроме того, существенная, да почти что такая же задолженность по налогам. По налогу на добавленную стоимость 2 миллиона 700, по налогу на имущество организации 1 миллион 447. По словам руководителя, в долговой яме компания оказалась из-за заказчиков. Они не исполняют свои договорные обязательства. В итоге его организация не может погасить платежи перед другими контрагентами. Взыскываем платежи арендные. Уже у нас 6 исполненных производств возбуждено на сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей. И текущие претензии тоже у нас направлены для судебного взыскания. Такая работа с должниками проводится в округе постоянно на протяжении 5 лет. В этот раз на комиссию приглашено 23 должника. Пришли не все, но многие. Четверо оплатили задолженность еще до начала комиссии. Бюджет Одинцовского городского округа сегодня поступает более 4 миллионов рублей. Это 8% той задолженности, которую мы получили сегодня. Это хорошо. А общая сумма долга была 53 миллиона. Это говорит о том, что комиссия является дополнительным стимулом для должников закрывать свою задолженность. Соответственно, в каждом поселении имеются граждане или юридические, или физические лица, которые те или иные суммы должны в бюджет. Кто-то об этом забывает, кто-то по своему финансовому состоянию не может оплатить. Но это, как говорится, не освобождает от обязательств перед бюджетом. Комиссия обязала погасить долги не позднее 15 ноября. Это установленный законом срок. Кто его нарушит, заплатит вдобавок еще и штрафные санкции. Все приглашенные отчитались о причинах задолженности и сроках ее возврата. Экономическое положение учреждения на сегодняшний день таково, что данная фактически оплаченная сумма – это действительно возможность учреждения на сегодняшний день. До конца этого года мы продолжим, исходя опять-таки из экономического положения учреждения, оплачивать авансовые платежи в размере 2 миллионов рублей ежемесячно. Всего долг клинического санатория «Барвиха» составляет около 16 миллионов рублей. Представитель сослался на то, что их учреждение бюджетное и нуждается в налоговых послаблениях. Но этот аргумент никого не устроил. Оплачивать платежи в бюджет должны все организации, несмотря на их финансовое положение. Работа комиссии приносит ощутимые плоды и помогает гасить бюджетные платежи в досудебном порядке. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».